Приветствую! Вы на канале Медвежий барабан. Сегодня познакомлю вас с очередной ножевой новинкой производства бренда QSP. И этому ножу действительно есть чем удивить. Встречайте складной нож QSP модель Kali. Из интересных особенностей, которые о нем заявляет производитель, это дизайнерский нож, разработанный штатным промышленным дизайнером Keanu Alfaro. Механизм блокировки клинка замок button lock. Рукоятка в данном случае алюминиевая, но также есть вариация данного ножа из G10. Клинок имеет форму clip point. Нож обладает плавной и приятной механикой, благодаря керамическим подшипникам в осевом механизме. А двухпозиционная карманная клипса делает его подходящим как для левшей, так и для правшей. Далее обо всем подробнее. Поехали! По традиции начнем с того, как поставляется и чем комплектуется данный нож. Приехал он ко мне вот в такой уже классической для бренда QSP плотной коробочке, где на лицевой стороне расположился логотип QSP. А с правой стороны приклеен стикер с названием модели ножа и краткой информацией о материалах, из которых изготовлен нож. Внутри нас встречает непосредственно сам нож вполне средних размеров. А первое, что бросается в глаза, это конечно же форма клинка. Вы только посмотрите на него. Вау! Просто вау! Далее две вот таких наклеечки стикера и последнее, что входит в комплект. И то, что я встречал только у данного бренда, это вот такая карточка на одной стороне, просто контактная информация, а вот с обратной стороны подробное описание ножа, его размеры, тип замка, тип стали и так далее. Более здесь ничего нету, переходим к самому ножу. Накладки рукояти выполнены из алюминия зеленого цвета, вполне прочного и главное легкого материала. Поверхность достаточно гладкая, однако нож не будет выскальзывать из руки благодаря продуманной геометрии рукояти. Материал также положительно сказывается на весе самого ножа. Забегая вперед, скажу, что он весит 112 грамм. Накладки обработаны отлично. Рукоять имеет эргономичную и удобную форму. Как и большинство ножей, нож состоит из двух стальных лайнеров, которые в свою очередь имеют облегчение достаточно крупными круглыми отверстиями. По четыре с каждой стороны, и это видно невооруженным глазом. Благодаря подпальцевой выемке с ножом можно работать различными хватами, будь то обратной, молоточной или с упором большим пальцем на клинок. Нож это позволяет делать без проблем. На обухе клинка присутствуют множественные насечки для лучшего удобства работы с ножом, при деликатном резе упираясь большим пальцем в них. Честно говоря, нож прям под мою руку среднего размера, но в руке большего размера, думаю, нож будет немного тонуть. Нож собран на бонках. Стальная клипса для ношения ножа на кармане классической формы, двухпозиционная. Установлена в потае на двух торксах. Собственно, при желании можно переставить на другую сторону, что всегда плюс, если вы, к примеру, левша. При этом еще и имеет заглушку. В этом плане мне нравится подход производителя к таким мелочам. Сама по себе клипса средней жесткости, максимально глубокой посадки. Вся фурнитура, бонки, торкс и осевой шпеньки выполнены в стальном цвете. На осевом винте красуется фирменный логотип QSP. Темлячное отверстие в данном ноже стандартных размеров. 550 паракорд в один слой пройдет точно. Переходим к изюминке данного ножа. Это клинок, выполненный в стиле Clip Point из стали Sandvik 14C28N, заявленной твердостью 5961 по Rockwell. Данная сталь шведского производства с повышенной каразийной стойкостью. По сути, она является нижним уровнем для фирменного ножа для серьезной работы. 14C28N считается одной из самых чистых в своем сегменте. В ее составе почти нет примесей вроде фосфора и серы. Поэтому контакт с пищевыми продуктами полностью безопасен. Спуски у ножа от обуха, а обработка клинка Stonewash. Одним из преимуществ этой модели является осевой узел на керамических подшипниках, обеспечивающий плавность и легкость хода клинка. Еще одной особенностью ножа является замок Button Lock. Соответственно, чтобы сложить клинок, нужно нажать на кнопку и клинок буквально складывается под собственным весом. Ход отличный в обе стороны. Клинок раскладывается при помощи шпеньков и непосредственно при помощи кнопки замка Button Lock, путем зажатия ее и придав немного энергии кистью. Далее пробежимся по характеристикам. Общая длина 191 мм, длина клинка 83 мм, при этом рабочая режущая кромка 73 мм, толщина обуха 3 мм, а вес его составляет, как уже говорилось ранее, 112 грамм. Вполне себе приемлемые характеристики для среднеразмерного складного ножа. Ну что, друзья, по традиции предлагаю порезать бумагу и посмотреть на заточку из коробки. Погнали! По всей длине режущей кромки, насколько это возможно. Ух ты! Особенный клинок, особенный рез, как говорится. Прикольно, мне нравится. Кончик очень острый. Вы смотрите, что он вытворяет. Давно я такого не видел. Обалдеть! Кончик острый. Острый точно. Ну что сказать. Я думаю, здесь все очевидно. К заточке претензий никаких быть не может. Время подвести итоги. В первую очередь, это очень красивый нож. Что-то в нем есть, но это лично мое мнение. Ваше, конечно, может отличаться. Весь, так скажем, пропорциональный и ладный. Вполне удобный нож на каждый день. Кнопочный механизм работает, как часики. Клинок раскладывается быстро и складывается без каких-либо усилий под собственным весом. Качество сборки и заточки выше всяких похвал. Ну, я думаю, вы видели, в принципе, все прекрасно сами. Очень удобно лежит в кисти среднего размера. Алюминиевые накладки слегка холодят руку. Но, опять же, это особенность данного материала. Не нравится алюминий? Есть вариант в G10. Хочу напомнить вам, что я создал новую группу ВКонтакте, а также Телеграм. Для тех, кому неудобен в данный момент YouTube сделал канал на RuTube. Можете залетать и туда. Рад буду увидеть вас там. Отмечу один момент, что все мои видео – это мое личное мнение и первое впечатление о тех или иных товарах, которыми я пользуюсь. Выражаю свое восхищение или недовольство ими и делюсь этим с вами, чтобы вы могли делать из этого какие-либо выводы. В общем, мои видео несут только ознакомительный и информационный характер, не более того, чтобы у вас было представление о данных товарах и вы понимали, нужны ли они вам вообще. Друзья, понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Но обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.